Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Ирина Алексеевна Чернова. Я сейчас вам представляю культурный центр Елены Образцовой. По сути, это второй дом, где Елена Васильевна себя чувствовала легко, свободно, где она встречалась со своими друзьями, коллегами, где проводила мастер-классы, где очень много сама занималась. Культурный центр у нас существует уже 22 года. Мы 20 мая отметили свой 22 день рождения. У Елены Васильевны тоже скоро будет большой юбилей в 2019 году. Ей исполнилось 80 лет. Она родилась в 1939 году, 7 июля. Это имя легендарное. Илья Глазунов, художник, Ника Сафронов, Шилов. Она черпала свое вдохновение и в картинах. Вот прежде чем в 1975 году она вступила на сцену Большого театра, прежде чем где-то выступить, особенно в русских операх, она всегда приезжала в русский музей, возвращалась в свой любимый Ленинград и обязательно посещала экспозиции русского музея. Вы знаете, что там размещена самая большая коллекция русских художников и передвижников, и современных, и в том числе и классиков. Но вот в ее жизни появился молодой человек. Звали его Туман Жумабаев. Приехал он из горной Киргизии, где степи, маки, бараны, животные. Он жил в деревне недалеко от горного озера Иссыкуль, но в 17 лет проявил очень большие наклонности в творческие и решил попробовать, практически не владея русским языком. Произошло. Он поступил в Академию художеств Репина. Вы знаете, блестяще поступил. Туман имеет академическое образование художественное. Это можно обратить внимание, потому что у него очень много сейчас размещено галерей в Санкт-Петербурге. Он выставляется постоянно, выставляется во всем мире. И вот в 2005 году они случайно познакомились с Эленой Васильевной Образцовой на одном из творческих вечеров, которые давала Елена Васильевна. Естественно, он, как любой художник, творческий человек, влюбился в эту оперную диву в том плане, что она его поразила своим таким вот неудержным характером, энергией, харизмой. И прежде чем начать писать, Элена Васильевна Туман стал изучать оперное творчество Елены Васильевны и стал слушать её диски. И утром в мастерской, просыпаясь, подходя к своему мольберту, ещё не покушав, ничего не сделая, то есть вот первым делом включает диск и слушает записи Елены Васильевны. Естественно, он прослушал все любимые оперные партии Елены Васильевны. Они их не так много на самом деле. Одна из самых любимых Елены Васильевны, конечно, была Кармен. Вы знаете, она такую вот фразу произнесла в своё время, которая мне была очень, вот мне, взрослому человеку, была не очень понятна. Она говорит, не я пою оперу, а опера поёт мною. Образ Кармен, он тоже достаточно такой загадочный, мифический. У Мириме, это такая вот цыганка, очень своевольная, простая крестьянка, которая живёт в горах с цыганами, значит, они перемещаются из города в город, из села в село, они бродяжничают, а ещё и занимаются разбойными нападениями, как и раньше были в Испании. У Безе, французского композитора, Кармен совершенно другая. Это страстная, яркая женщина, которую вот её можно любить только со стороны, потому что она как птица, она никому не поддаётся, то есть она очень своенравная, она очень смелая, она очень активная, не боящаяся смерти. В опере и в драме Омэ Рэмэ Кармен погибает. Погибает молодой, красивой, яркой женщиной, и мы не знаем, что с ней могло бы произойти, если бы она сохранила свою жизнь и стала старой женщиной. И вот туман принимает, такой у него мысль такая творческая появляется, что не написать ли мне, Кармен, как будто бы она осталась жива. Вот какая бы она была по характеру, вот какой был бы у неё образ. Естественно, для этого он стал слушать и другие оперы, Елена Васильевна любимая, это было Далила, Самсон и Далила, Сенсанса, это Любаша, царская невеста, это Марфа, Хованщина. Ну, вы знаете, перечислять я могу очень много и много. Но прежде чем начать писать Елену Васильевну, туман у нас сделал большой такой опыт, он написал «Цветы для поворотти». В 2008 году этот ярчайший и самый яркий тенор мира, мира, всего оперного мира ушёл из жизни, ушёл после трагической, тяжёлой болезни, и он был большим другом у Елены Васильевны. И чтобы посвятить отдать дань этому великому музыканту, Елена Васильевна решила организовать конкурс, конкурс теноров памяти повороте. Он проходил в 2008 году. Я обратилась к туману, потому что он выставок для Елены Васильевны делал много, но в основном он занимался цветы, живопись у него была изобразительная природы. Он мало касался личностей, вот портретов. А всё-таки, вы знаете, портрет ведь тут же надо как-то всё-таки передать характер человека. Это очень сложно на самом деле. И вот он попробовал написать «Цветы поворотти». Вы не поверите, все члены жюри забрали наши портреты. Их было восемь портретов в повороте, семь членов жюри. Все забрали по портрету луча на повороте. Остался огромный портрет. Он, к сожалению, сейчас на стационарной выставке. И вот подходит тринадцатый год у Елены Васильевны юбилей творческой деятельности. 50 лет. Представляете, какая цифра? 50 лет. У вас, наверное, родителей такого возраста ещё нет. А это вот 50 лет на сцене. Я обратилась снова к Туману и говорю, Туман, надо сделать юбилейную выставку для Елены Васильевны, чтобы вот... Он говорит, тогда я буду писать оперные партии. Правда, он начал писать. Он написал старую графиню из Пиковой дамы. Он написал Кармен, которая за моей спиной находится, эта работа. Я вам сейчас расскажу, как она у нас здесь осталась и сохранилась. Елена Васильевна увидела, моя выставка называлась «Моя Кармен», потому что в 75-м году весь мир отмечал большую дату постановки Кармен Безе, написание Безе и Мереме. Проходили эти юбилейные торжества в Испании. Ну, понятно, что Кармен – она испанская цыганка. И были приглашены оперные дивы мессо-сопрано, которые каждый вечер исполняли в спектакле. То есть, представьте, семь Кармен выходило. Это были... Я не буду называть этих имен, потому что это великие имена. Они и сохранились. Некоторые из них даже еще до сих пор живы. И когда вышла Елена Васильевна на сцену, и когда русская женщина, чтобы вы понимали, русская женщина вышла на сцену театра Испании, Лисео, когда ее услышали критики, мировые критики музыкальные, которые съехались на этот юбилей, было очень много, когда публика была настолько зачарована страстью и образом этой молодой цыганки, Елена Васильевна еще представляете, в 75-м год. Она, конечно, была очень молодая и красивая женщина. Просто она затмила всех Кармен, которые были до нее. И она была признана лучшей Кармен. И вот 13-й год. Елена Васильевна открывает эту выставку, открывает наш конкурс, который проходил в Большом зале филармонии. Подходит к этой работе, увидела себя, говорит, так я не поняла, это что у нас, старая графиня, она его спрашивает. Он говорит, нет. Она говорит, это что, Эбули из оперы Дон Карло с Верди? Он говорит, нет. Я не понимаю. А кто это? Он говорит, Елена Васильевна, это вы. Она говорит, ты что, с ума сошел? Почему я здесь такая старая? Ей отвечает Туман. Он говорит, Елена Васильевна, я решил продолжить вашу жизнь в Кармен. Вы сказали, что вот эта опера, она для вас знаковая, и вы сами сказали, что вот опера вами владеет. Ну давайте ей сохраним жизнь, Кармен. Пусть она не погибает, пусть она живет. Но она говорит, ну она же что-то очень грозное. Он говорит, естественно. Она же страстная женщина, но к старости люди, их страсть проявляется немножко в другом. Он говорит, вот обратите внимание, какой у нее взгляд. Она сохраняет, но это видно, что испанская дама с веером испанским, вот с этим специальным убором головным, который носили испанки. Это говорит о ее, в общем, непростом происхождении. Крестьянки таких уборов головных не носили. Цвет любимый был у Елены Васильевны. Красный, но сама она любила петь. У нее был костюм. К сожалению, сейчас эту работу я вам не могу показать. Мы ее оставили на одном из фестивалей, который посвящен Елене Васильевне. Этот фестиваль назвали Кармен. Я оставила работу, где Елена Васильевна поет в опере в белом костюме с шикарными черными горохами. Она считала, что этот костюм более чем отвечает. И она единственная, кстати, из певиц, которая пела босиком на сцене, то есть показывая, что она настоящая цыганка. Здесь она почему в красном костюме? Потому что красный цвет – красный цвет страсти, жизни, любви и такой вот веры в жизнь. Хочу вам немножко открыть секрет. В 2013 году Елена Васильевна узнала, что у нее смертельная болезнь. Никому она, естественно, об этом не рассказывала. Мы делали вид, что мы об этом кто-то знал, кто-то не знал действительно, как и было это по-настоящему. Но вот Туман об этом немножко знал. Он хотел дать ей толчок вот этой картины, что Елена Васильевна, живи, борись за себя. Что до 2015 года Елена Васильевна и держала себя в руках. Она боролась до последнего. Она верила в том, что она не уйдет из жизни, что она будет петь. И она говорила, что, господи, лучше сначала умереть, а потом закончить петь. Я хочу петь, и лучше потом уже умереть, когда я выйду на сцену. Но фактически до последнего дня Елена Васильевна выступала. Эта работа оставалась у Тумана. Елена Васильевна, ну как-то не то, что он ей предлагал, что Елена Васильевна, я могу вам ее подарить. Она говорит, нет, 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 пускай все работы будут. Таких работ, выставка называлась «Моя Кармен», было восемь портретов. В том числе вот Кармен. Духовно и душевно они очень друг к другу совпадали, потому что два гениальных человека. Один художник, другая певица, музыкант. И вот теперь это у нас работа в центре, в родном центре Елены Васильевны, потому что это ее вообще район любимый, улица Маяковского, где Елена Васильевна родилась в знаменитой Снегиревке. Знаменитой на Маяковского улице жили ее родители. Елена Васильевна там жила, потом вернулась после эвакуации. Они в блокаде, она прожила три года, в 42-м году они уехали. Вернулась Елена Васильевна в 46-м году, потом они уехали по стране. Они были в Таганроге, в Москве. И уже Елена Васильевна вернулась взрослым человеком, когда поступала в консерваторию. Всю жизнь мечтала быть в этом районе. Поэтому вы в гостях у Елены Васильевны немножко почувствуете эту ауру этой великой, божественной женщины. Я думаю, что вы эту частичку вот этого тепла, ее ауры, все-таки, наверное, унесете с собой. Почувствуете, родителям своим расскажете, что были в гостях у Елены Васильевны образцовой. У нас таких имен не так много в стране. Мы должны их чтить. В этом мы, я считаю, должны продлевать свою жизнь и жизнь своих детей. Потому что дети – это наше будущее, вы наше будущее. Мы на вас должны надеяться. И Елена Васильевна очень надеялась на детей. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok